На твердую четверку оценили в области работу органов местного самоуправления Рассказова в 2011 году. Наш город получил диплом второй степени. По указу президента, эффективность работы руководителей городских округов и муниципальных районов оценивается ежегодно по почти 50 показателям. Самые динамично развивающиеся территории получают не только дипломы, но и денежную поддержку. Продолжение темы в нашем сюжете. Эффективность работы местной власти в Рассказово оценивали комплексно и сразу по нескольким десяткам показателей. Это и демографии, и процент школьников, сдавших единый госэкзамен, и темпы строительства и ввода жилья, и уровень инвестиций за год. Всего 46 пунктов. Работу органов местного самоуправления Рассказова в области оценили на твердую четверку. Наш город занял второе место, за что и был награжден дипломом второй степени. Во многом это благодаря заслугам нашего главы города Алексея Николаевича. Всегда мы говорим о том, что он нам ставит задачи, которые ведут исключительно к развитию нашего города. Поэтому отдельная заслуга именно в этом дипломе второй степени, конечно, его. Впрочем, и без поддержки населения было бы трудно выйти на второе место, обойдя другие города Тамбовщины. Люди не только поддерживали, но и порой направляли работу власти для достижения лучших результатов, не скрывает замглавы администрации Вера Соколова. Второе место в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления области. Это не просто приятно, но и почетно, ведь Рассказова уступил только Тамбову, оставив позади город Уварово. Второе место принесло городу не только диплом, но и денежный грант. К диплому второй степени полагается финансовая поддержка с областного бюджета, и на сегодняшний день она будет составлять 1 миллион 200 тысяч рублей. То есть эти денежные средства по распоряжению главы нашего города и его позицию жителей также, я надеюсь, тоже поддержат, они у нас будут расходоваться исключительно на раздел благоустройства. Оценка эффективности работы органов местного самоуправления – это оценка динамики развития всех отраслей городского хозяйства и социальной сферы. А она, безусловно, есть, хотя и не такая значительная, как хотелось бы. Главное, что в жизни города наконец-то наметились двиги в лучшую сторону, и теперь важно не снижать темпов развития. Евгения Конобейевская, Сергей Тамахин. Новости ТВ Рассказыва.